Молодые, красивые, с детьми и без. В актовом зале администрации города собралось несколько десятков семей. Повод значимый. Программа «Молодая семья» это, наверное, одна из самых востребованных, самых социально значимых и важных для города программ. Она рассчитана на то, чтобы именно молодым семьям оказать содействие, помощь в приобретении жилья. А для каждой семьи жилье это то, с чего мы начинаем строить свою жизнь. В рамках программы обеспечения доступным жильем жителей города Владивостока 126 семьям краевой столицы были вручены сертификаты. Размер субсидий зависит от количества членов семьи. Чем их больше, тем больше выплата. В среднем это сумма от 600 тысяч до полутора миллионов рублей. Молодые семьи приобретают жилое помещение и определенную часть расчетной стоимости этого помещения они могут покрыть, используя этот сертификат. То есть фактически это те деньги, которые будут на специальном счете, который молодые семьи открывают в банке. И впоследствии они будут перечислены уже продавцу того жилого помещения, которое молодые семьи будут приобретать. Деньги можно использовать как на первый взнос по ипотечному кредиту, так и на погашение основного долга или процентов по кредиту на покупку жилья или строительство индивидуального жилого дома. Но сделать это важно в течение семи месяцев. В этом году сертификаты были выданы на несколько месяцев раньше, чем обычно. Получателям осталось только подобрать подходящее жилье. Многие с выбором уже определились. В первую очередь не бояться. Брать руки в ноги или ноги в руки. Собрать пакет документов это на самом деле не сложно. Просто главное желание, хотение и все. В принципе администрация помогает очень. Рассказывают где, что, как быстро это можно сделать. Это реально, не отчаиваться, а действительно брать в свою жизнь свои руки и действительно идти к своей цели. Напомним, участниками программы могут стать молодые семьи, состоящие в законном браке, а также семьи, состоящие из одного родителя и одного и более детей. Участники должны проживать и быть зарегистрированными на территории Владивостока. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.